МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа в центре событий в студии Любовь Маркелова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Межгосударственный авиационный комитет начал расследование причин крушения Ми-26. В больнице Сургута остаются пятеро пострадавших в авиакатастрофе. Сургут Интерновости дарит подарки. Совместно с партнерами телерадиокомпании проводит акцию «Подари радость детям». Комиссия Межгосударственного авиационного комитета начала расследование причин крушения вертолета Ми-26. Обнаруженные самописцы отправлены для расшифровки в МАК. Напомним, что вчера около 11 часов воздушное судно совершило аварийную посадку в 700 километрах от Сургута. В результате машина перевернулась и загорелась. Выполнялись авиационные работы, которые включают в себя в момент происшествия включали в себя перевозку грузов на подвеске на высоте около 50-60 метров. Произошло у вертолета вибрация по фюзеляжу пошла, после чего в хвостовой части фюзеляжа в районе хвостовой балки удар произошел, после чего воздушное судно развернуло, положило на бок и оно упало на землю. Вертолет выполнял работу в районе Тайлаковского месторождения, в 25 километрах южнее поселка Тайлакова. По одной версии машина заходила на посадку для укладки пустой емкости, по другой судно привозило 15 тонн дизельного топлива. На борту в этот момент находили 6 человек, все члены экипажа. В результате аварии пятеро получили травмы различной степени тяжести, а один погиб. В настоящее время крупнейший мировой оператор вертолетов авиакомпания «ЮТЕЙР» приостановила полеты всего своего парка «МИ-26», как в России, так и за рубежом. Однако информация о том, что компания является собственником аварийного борта, не подтвердилась. «МИ-26, эксплуатантом которого являлся нефтьюганский объединенный авиаотряд, воздушное судно также принадлежит этому предприятию. Ранее оно принадлежало другой авиакомпании, но было реализовано». Состояние пяти пострадавших в авиакатастрофе тяжелое, но стабильное. Об этом сообщил главный врач травматологического центра Сургута, куда были доставлены члены экипажа после крушения вертолета. Сложности с диагностикой и назначением лечения не возникло. Один пострадавший был сразу доставлен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При жесткой посадке мужчина получил травмы головы, груди, перелом обеих ног и ребер. Его состояние оценивается как тяжелое, но уже наблюдается положительная динамика. Двум пострадавшим вчера были сделаны операции, их состояние удовлетворительное. Еще у двух членов экипажа переломы позвонков. Сейчас они в палате интенсивной терапии. Их состояние также оценивают как удовлетворительное. Напомним, из шести членов экипажа один погиб. Это второй бортоператор Игорь Ерушин. Все эти травмы относятся к категории тяжелых травм на производстве. И лечение, конечно, будет продолжительным практически у всех у них. Наиболее сложное – это тот больной, который с отчетанной травмой. Тому, наверное, долго придется лечиться. Не меньше года. Ночь провел он относительно удовлетворительно. Ему проводилась инфузионная терапия. Состояние его стабилизировалось. И сейчас больной готовится к оперативному лечению. По остеосинтезу бедра и голени. Один из пострадавших – бортинженер вертолета Андрей Пятаков сейчас находится в палате травматологического отделения окружного травмоцентра. У него многочисленные ушибы, переломы и повреждения. Новый год он встретит больницы. Из Нижнего Новгорода, где живет его семья, к пострадавшему выезжает супруга. День, когда он вместе со своими коллегами был на волоске от смерти, Андрей старается не вспоминать. Давайте о нем говорить не будем. Все нормально, ничего не беспокоит. Ну, за исключением поясниться, но он это пройдет. А так все нормально, никаких замечаний, предложений нет. Я в сознании был вчера, да. Все нормально. Нет, не виделся, мы же лежим. А самочувствие нормально. Мы же не ходячие. Поэтому нет, не видел никого. История Сургута, история дружбы народов. Сегодня в Сургутском госуниверситете прошла встреча главы города с руководителями этнических объединений. Участники обсудили проблемы достижения совместной жизни разных народов в одном городе. Встреча руководителей этнических объединений в этом году впервые прошла в Сургутском университете. Место выбрали не случайно. Задача национальных общин, в том числе, занять молодежь, привить ей интерес к спорту, родной музыке и литературе. Одним из мощнейших рычагов, как я понимаю, воспитания молодежи, явилась организация нашего ансамбля «Лотан», который в этом году будет праздновать свое десятилетие. Глава города Дмитрий Попов подчеркнул, с этническими объединениями власти взаимодействуют в рабочем режиме. А встреча – хорошая возможность обсудить проблемы и достижения. Взаимодействие при проведении городских мероприятий, так и в повседневной работе различных структурных подразделений администрации города и общественных объединений. Считают такие регулярные контакты хорошие традиции. Выступающие на встрече много говорили о том, что Север осваивался всеми народами страны. Различий по национальности не было, никто не обращал на это внимания. Все делали общее дело. Да и карьерные перспективы были у всех одинаковыми. Не то, что сейчас, отметил один из участников разговора. Там не раз было озвучено фамилии, ну скажем, не славянских народов. Чеченцы, азербайджанцы, таджики и все-все-все. Лично мне достаточно сомнительно, что сегодня среди первых руководителей даже муниципальных предприятий сегодня можем назвать кого-либо из не славянских национальностей. Ответ городских властей – главный критерий в отборе на работу – не происхождение, а способности. Честно говоря, для меня, я, собственно говоря, и держу главную позицию – это профессионализм. Это профессионализм. Все остальное, какой национальности для меня, как для человека, который, будем говорить, формирует резерв, и в том числе по своей, так сказать, социальной сфере, для меня, безусловно, врач любой национальности. Участники конференции с мнением согласились. Иногда это просто накручивают специально для того, чтобы создать вокруг этого определенный ажиотаж. Поэтому встречаемся с руководителями и беседуем в нормальном рабочем режиме, и ни у кого никаких проблем не возникает. Предложение городской администрации создать книгу, посвященную истории Сургута, истории дружбы народов. А в будущем году в городе состоится юбилейный фестиваль «Соцветия». Организаторы обещают много интересных мероприятий. Артем Высоцкий, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Эксперименты проходят успешно, пока никто не умер. Ученые Института криосферы и земли накануне рассказали журналистам об уникальных экспериментах, которые они проводят на животных и самих себе. С целебными тайнами микробактерий вечной мерзлоты, а также перспективами применения сухой воды, знакомился наш коллега Иван Троцесский. Это просто невероятно. Перед журналистами на столе была рассыпана вода. Да-да, этот сыпучий порошок, похожий на сахарную пудру, сухая вода. Над разгадкой ее создания тюменские ученые-мерзлотоведы из Института криосферы земли Сибирского отделения Российской академии наук бились много лет. Применение новинки еще более фантастично. Можно превратить природный газ в гидраты, который будет в порошковой форме. А вот эту порошковую форму можно уходить в формочки любой формы. То есть перспективе мы можем увидеть фантастику, что мы будем насыпать газ в виде порошка. Это да. Это реальная фантастика. Можно помочь избежать пробок в нефтепроводах, которые возникают из-за газовых гидратов. Этот порошок может использоваться благодаря его свойствам медицины, косметологии, фармацевтики, нефтехимических технологиях. И, я думаю, еще во многих других отраслях. Порошковая вода, или, как ее еще называют ученые, сухая вода, была открыта еще в 1968 году. Непонятно, по какой причине, очевидно, по ненадобности, но про открытие на время подзабыли. Производство сухой воды несложный и довольно-таки быстрый процесс. На высокой скорости, в том же миксере, смешивается дистиллированная вода и диоксил кремния. Под воздействием магнитных импульсов водородной связи в молекулах воды изменяют полярность. Уже через 60 секунд сухая вода готова. Эксперименты с бактериями вечной мерзлоты дали, по мнению ученых, очень хорошие результаты. Например, мышиные бабушки помолодели и дали потомство. Улучшилась память, они стали активнее. Испытывает влияние бактерий на себе и сам директор института, академик Владимир Мельников. Ему за 70. У нас сегодня уже появились группы людей, которые на себе испытывают полезность этого лизата. И что они говорят? Вот они уже второй год, так сказать, его употребляют. Говорят, мы перестали утомляться. Правда, чуть-чуть мы стали меньше спать при этом, но мы не утомляемся в течение дня. Работники института криосферы земли недавно создали в интернете свой сайт. И теперь все желающие могут в деталях узнать о их удивительных открытиях. Иван Тарцевский, Сергей Лыкосов. Вести регион Тюмень. Специально для Сургут. Интерновости. Не теряйте бдительность. Пожарные спасатели Сургута призывают горожан соблюдать меры безопасности во время предстоящих новогодних праздников. Прошедшие зимние каникулы в городе произошло 24 пожара. Погибли два человека. В предыдущие два года возгорания было в четыре раза меньше. Спасатели отмечают, что в праздничные дни людям свойственно терять бдительность. Особое внимание нужно обратить на пиротехнические средства. Покупать петарды можно только в специализированных магазинах. При покупке проверять срок годности и использовать их только по инструкции. Осторожнее стоит быть и с иллюминацией. На коробке с гирлянды должен стоять знак сертификации пожарной безопасности. И нужно всегда отключать освещение на время сна. Специалисты службы безопасности отметили, что спасение людей, особенно в новогодние каникулы, в руках самих людей. А самая, конечно, большая проблема, что в эти 10 дней мы сталкиваемся, даже никто не работает, мы все отдыхаем. То есть если у кого-то происходит что-то, то это все. Это тупик, ну просто тупик. Но службы, которые действительно должны помочь, я имею в виду уже не те, которые оперативные службы, которые придут на помощь при расследовании преступлений, пожаров, которые помочь, что-то перекрыть, что-то закрыть, что-то отключить, включить. Они же все находятся у нас в состоянии выходного. Готовь сани летом, а велосипеды зимой. Несмотря на то, что сезон Кадани в Сургуте завершился давно, кражи двухколесного транспорта продолжаются. С начала года таких преступлений совершено уже более 80. Подробности в нашем следующем сюжете. С начала октября в отдел полиции номер один поступило пять заявлений от горожан о краже велосипедов. Последний случай воровства произошел уже в начале декабря. Михаил Герда обратился в полицию сразу после того, как обнаружил пропажу. В подъезде живут постоянные люди. Посторонних, как правило, не бывает. Каждый, каждого знает, друг на друга надеялись. Но я не знаю, нам кажется, что это кто-то со стороны пришел, потому что произведен был взлом, замок сломали. Как выяснилось в ходе следствия, все преступления совершал один человек. Велосипеды он похищал из подъезда в жилых домов. Однако продать краденое преступнику не удалось. Все ворованные велосипеды он складировал у себя на чердаке. В своем подъезде следственной оперативной группой был осуществлен выезд по месту жительства фигуранта. Где на чердаке были обнаружены семь велосипедов, как раз похищенные за этот период времени. Полицейские признаются, преступления такого характера раскрыть довольно сложно. В этом деле помогла бдительность горожан. Люди сообщили в полицию о подозрительном мужчине, который предлагал купить велосипеды по низкой цене. Теперь двухколесный транспорт возвращают законным хозяевам. Сейчас поднимемся к следователю, вам они будут вручены. Я вообще удивлен. Быстро молодцы. Дмитрий Подлесной, Рамиль Нуриев, Дмитрий Селинский, Сургут Интерновости. Воля к победе и спортивный азарт. В поселке Белый Яр прошла спартакиада работников лесных хозяйств Югры. Они состязались в рамках соревнований госслужащих Антамансийского округа. Такие спартакиады стали уже традиционными. Встреча лесных спортсменов проходила во дворце спорта «Витязь». Нешуточные бои разыгрались на волейбольной и баскетбольной площадках. Не обошли стороной настольные теннисы, шахматы. В соревнованиях приняли участие команда юганского, сургутского, нефтеюганского лесничеств. Работники департамента природных ресурсов из Ханты-Мансийска. Есть командный дух, есть дух соревновательный. Вообще люди ближе узнают друг друга, сплачиваются вокруг команды, вокруг идеи победить. Хороший спортивный дух, я бы сказал. Цель спартакиады не только выявить сильнейшего, но и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Эмоции самые положительные. Конечно, когда на работе разговариваешь с своими сотрудниками и на поле проходят состязания, здесь, конечно, получше узнаешь человека. Результатом встречи стала безоговорочная победа ханты-мансийцев. Сотрудники департамента оказались первыми во всех состязаниях. Сургутянам лишь в волейболе удалось подняться до второго места, оттестив нефтеюганских лесничих. В общем, в зачете они стали третьими. Павел Желтова, Антон Мищенко, Сургут Интерновости. Сургут Интерновости дарит подарки. Совместно с партнерами телерадиокомпания проводит акцию «Подари радость детям». В преддверии праздников юные сургутяне получат игрушки и сладкие сюрпризы. Это первый визит в рамках акции «Подари радость детям». Ее устроители поздравляют с предстоящими праздниками детей-инвалидов и малышей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сотрудники телерадиокомпании «Сургут Интерновости» вместе со своим постоянным партнером отправились в поселок «Юность» в гости к Насте Бровиной и ее маме. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» совместно с ювелирным салоном «Адамас» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы желаем вам удачи в будущем году, счастья вам, чтобы у вас все ваши мечты сбывались. Сладости, игрушки, привычный новогодний набор. Специальным подарком для Насти стало золотое украшение от ювелирного салона «Адамас» – цепочка с кулоном, на котором изображен святитель Николай. Православные во всем мире обращаются к этому святому за помощью и ждут новогодних чудес. Очень приятно, очень понравились подарки. Неожиданно для нас было, что так. Очень благодарность. Большое спасибо. Акция «Подари радость детям» проводится ежегодно. В этот раз она немного изменила свой формат. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» ежегодно проводит акцию «Подари радость детям». Раньше мы ее проводили только 1 июня, сейчас мы проводим еще перед Новым годом и Рождеством. Мы совместно с нашими партнерами, спонсорами ездим в семьи, дарим им подарки, конфеты. И мы хотим сделать их праздник чуточку лучше. Каждый ребенок под Новый год ждет какого-то волшебства, сказки, подарков. И особенно дети инвалидам мы стараемся, конечно, уделять внимание. Чем больше любви, добра и ласки мы им подарим, тем счастливее они будут. Благотворительная акция продлится до конца этой недели. Анна Марченко, Константин Алиев, «Сургут Интерновости». И последняя информация. В свежем выпуске газеты в центре событий читайте, будет ли конец света. Павел Желтов с размышлениями про апокалипсис. Быстрее, выше, сильнее. Дмитрий Круковец подводит итоги года в спортивной жизни «Сургута». Ребята, давайте жить дружно. В новой рубрике «Соседские войны. Истории выживания под одной крышей». Первая история в материале «Александроград». Если вам есть о чем рассказать, приносите свои письма по адресу 30 лет победы 27.2. Купить издание в центре событий можно в киосках пресса. Адреса точек продажи на сайте news.ru. На этом все. Наш сайт в интернете – indifiznews.ru. Всего хорошего. Просковья профи поздравляет всех с Новым годом и Рождеством. В канун новогодних праздников происходят чудеса. Уж поверьте, в медицинском центре Просковья профи вас удивительно преобразят. Всего за несколько процедур ваша кожа приобретет упругость и молодость. Тело станет стройным и гибким, а настроение – превосходным. В центре вы получите квалифицированные рекомендации врача. Комплексное лечение и оздоровление помогут нормализовать функции внутренних органов и систем, укрепить иммунитет, снять нервное напряжение, расстаться с лишним весом и улучшить общее состояние здоровья. А чудотворные фитобочки Лосевской окажут эффективное воздействие при заболеваниях суставов, опорно-двигательной системы, при фарингите и ларингите, гайморите и бронхите, и даже при бронхиальной астме. Специалисты помогут также нормализовать работу эндокринной и мочевыделительной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Коллектив «Просковья-профи» работает и в новогодние каникулы, без выходных по предварительной записи. Подарите своим родным и близким сертификат на оздоровление в медицинском центре «Просковья-профи». Кухни, стенки, детские. Торговый дом «Евроофис». Улица Островского, 26, дробь 3. Телефон 510-210. Семь дней. С 24 по 30 декабря. Не пропустите «Счастливые часы». С 8 до 10 вечера в торговом центре «Рандеву». Улица Ленина, 17. Телефон 52-79-11. Самобытные сувениры мастеров Севера, народов Ханты и Манси впервые в Сургуте. Возьми с собой частичку Сибири. Этноарт. Из Югры с любовью. Открылся новый торговый центр «Рим» по улице Лермонтова, 5, дробь 3. Приглашаем за покупками. Приглашаем в новую общественную баню на бульваре. Полезно провести время. Русская парная с профессиональным парильщиком. Хамам, бассейн, массаж, пилинг, уютные кабины. Цены доступные. Работает бар. Можно заказать блюда из ресторана. С 20 декабря по 2 января принимаем заявки на проведение новогодних корпоративов закрытого типа. Зал на 30 мест. Большой выбор металлических и межкомнатных дверей. Доставка, установка, гарантия, беспроцентная рассрочка. Салон дверей. Телефон 35-8282. Праздничные скидки начались. Только до 31 декабря. От 10 до 70 процентов. На весь ассортимент. Сеть салонов «Китрой» и «Рензо Ринальди». Росич, первый этаж. Телефон 52-30-52. Торговый комплекс «Сибирь». Второй корпус, третий этаж. Телефон 516-777. Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю. По вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. И о погоде на 22 декабря. В студии Наталья Яркова. В предстоящие сутки в регионе температурный режим выше нормы. Это влияние теплых и влажных воздушных масс из Атлантики. Ночью в Сыргуте и окрестностях облачная, небольшой снег. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 7, минус 12. Утром также облачно, местами возможен снег. На столбиках термометров 7-10 градусов мороза. Днем преимущественно облачно пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура 4,9 ниже нуля. «Карапуз» – самый удобный магазин для детей и их родителей. Смотрите сами. Детские автокресла, коляски, электромобили, велосипеды и многое другое. Новогодние подарки в магазинах «Карапуз». Для увлекательных девчонок большой выбор интерактивных кукол. Они учат общению и станут занимательным развлечением. В продаже праздничные сертификаты. Все лучшее детям. В течение дня солнечная активность и умеренное геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 миллиметров ртутного столба. Вместительные шкафы-купе, современные гардеробные, уютные кухни, яркие детские. Сроки изготовления от 3 до 5 дней. Всем покупателям скидки. Фабрика Комфорта. Новые идеи совершенства. С 1 по 31 декабря в фабрике Комфорта скидка 40% на весь ассортимент. И новогодний подарок – набор экологически чистой натуральной косметики из Болгарии. Для любимых покупателей салоны обуви «Саламандр» представляют новые коллекции ведущих европейских производителей. Более 3000 моделей, эталоны моды и красоты. Цены вас порадуют. Скидки от 10 до 70%. Дополнительные по рисконтным картам и на каждую последующую покупку. Большое поступление новогодних туфель для дам и мужчин. Я желаю вам всех благ. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова